Это программа СИЮН «Зов сердца» в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях необыкновенная женщина, которая способна кусок ткани превратить в произведение искусства. Светлана Соколова, мастер по шелковой флористике. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже успела полюбоваться на ваши цветы и хочу, чтобы зрители тоже увидели это шелковое чудо. Давайте посмотрим. Светлана Соколова Это ученица техники изготовления цветов самибана. Именитый восточный мастер поделилась бесценным опытом северной рукодельницей. Цветоделие не просто одно из самых красивых женских рукоделий, его можно назвать настоящим искусством. Очень красивые цветы. Светлана Генриховна, скажите, пожалуйста, когда у вас возникло желание заниматься этим искусством? Ну, желание было, наверное... Первое желание возникло очень давно. Мне всегда нравились цветы, вот как украшение на платье, на шляпке. Еще в детстве. Мне очень нравились красивые женщины. Вот. И мне всегда хотелось, чтобы у меня был именно такой цветок. Конечно, выступления Эдиты Пьехи всегда доставляли огромное удовольствие, именно потому, что она всегда была одета очень красиво. И главным аксессуаром ее вида был, конечно, шелковый цветок. Но вот так получилось, что заняться этим я смогла вот только больше пяти лет назад. Так получилось, что вот видимо, всю жизнь я к этому шла. Так получилось, что я встретила одну очень замечательную женщину, которая давала уроки по шелковой флористике. Она оказалась ученицей, знаменитой уже на весь мир, Саёка Ясуды, основателя школы Самибана. Это женщина Полина Кузнецова. Она здесь у нас, Марин Марин, да? Она живет в Москве. Это очень замечательная женщина, творческая. Я просто случайно стала интересоваться шелковой флористикой и вот зашла на ее сайт. Действительно, сначала просто случайно я искала специальные инструменты. То есть для того, чтобы изготовить вот такой вот шелковый цветок, нужны специальные инструменты. И мое знакомство с Полиной Кузнецовой началось именно с того, что я искала инструменты, которые нельзя купить просто так вот в розничной торговле. Они изготавливаются только на заказ. И вот в поисках инструментов я вышла на Полину Кузнецову. Узнала, что она дает уроки частные. И начала каждый приезд в Москву. Я посещала у нее хотя бы один урок по шелковой флористике. Она меня познакомила с Саёкой Ясудо. Я вот как раз держу Ваш первый цветок, да? Да, это один из первых цветов. Вообще трудна эта техника, Анна Генриховна? Ну, наверное, трудно, это когда через силу делаешь, да? Наверное, да. А когда это доставляет удовольствие, это то, чем ты бы хотел заниматься, то это, наверное, для меня это не трудно. А какие инструменты нужны? Инструменты, такое ласковое слово, бульки. Это специальные инструменты из специального материала, из латуни. Латунь хороша тем, что она, во-первых, держит температуру, ту, которую нужно. Она не подвержена коррозии. Кользит хорошо по шелку. А шелка здесь вот натуральная? Это все натуральный шелк, да. В начале я, конечно, первые мои цветы были из искусственного шелка. Искусственный шелк ведет себя абсолютно по-другому. Он не так пластичен. Ну, нельзя придать вот такую форму лепестку, какую хотелось бы. Горит. От соприкосновения с горячими инструментами. А когда я начала работать с натуральным шелком, это, конечно, большая разница. Это очень пластичный материал, очень легкий, поддается окрашиванию. То есть вот изначально то, что вы держите, это было белой тканью, специально обработанной. А краски тоже специально нужны? Краски, да, это специальные краски, анилиновые. Вот, в последнее время мне посчастливилось, я приобрела краски Саёка Ясуды. Ее личные, личные краски, которые она сама создала в течение семи лет. Вот, и я, вот, да, вот это, здесь я использовала краски Саёка Ясуды, которые она, по ее заказу, изготавливает мастерская, фиота в монастыре. Ничего себе. Вот, эти краски, это, конечно, совершенно не то, с чего я начинала. Другая вообще обзорная техника, да? Другая, да, вот, во-первых, смотрите, как она светится. Такой, как перламутровый даже, да? Это вот, это краски дают такой оттенок, они ложатся. И вот изначально вот школа Сомибана, это окрашенный цветок, то есть ключевое слово здесь окрашенный. Основное, это вот в творчестве Саёка Ясуды, вот в этой технике Сомибана, это окрашивание. Вот эти вот краски, вот эти переходы. Очень такие гармоничные. Такие нежные, такие постельные цвета, да? Да. Я вот хочу, Светлана Генриховна, пояснить нашим зрителям, что Саёка Ясуды – это один из самых таких великих, наверное, мастеров современного искусства, да, по изготовлению шелковых цветов. Мастер она из Японии и основатель школы Сомибаны, да? Да. Сомибана. Светлана Генриховна, я читала в вашем интервью в газете Нарьяна Виндер, что вы написали, очень хотелось, чтобы у вас появился помощник, да, или такой конкурент. Вы сейчас единственный, да, наверное, человек, который у вас в округе занимается. Ну, я думаю, что единственный. Я, по крайней мере, не слышала, чтобы кто-то ещё занимался шелковыми цветами, а именно с использованием инструментов. А сейчас вот зрители, наверное, посмотрят нашу программу и тоже захотят научиться такому искусству. Вы будете проводить, организовывать мастер-классы? Ну, вот... Я уже... Вот как обо мне вы узнали? Наверное, я бы очень хотела поблагодарить Маргосю Марину Валентиновну, которая приложила все усилия, чтобы меня узнали в городе, чтобы обо мне узнали о моём творчестве в нашем Наринмаре, где очень мало красок, очень мало цветов, где 9 месяцев зима, вот. И благодаря ей рукодельницы в Наринмаре тоже обо мне узнали, изъявили желание научиться этому мастерству. И я уже дала несколько мастер-классов в творческом доме. Вы мне сказали, что вы делаете для кого-то, для определённого человека, да, и вы тогда можете лучше создать вот этот вот образ, этого цветка. Скажите, а наши женщины часто заказывают у вас вот такие цветы? Куда они их используют? Мне бы хотелось, чтобы, конечно, наши женщины украшали себя цветами вот такими. Более чаще. Но не часто. Скажу вам честно, не часто. Но я и не преследую такую цель для себя, чтобы получать как можно больше заказов. Мне нравится этим заниматься. Мне нравится, что я могу своим близким людям сделать подарок, который им не может сделать никто. Поэтому, если у кого-то намечается день рождения из моих знакомых, друзей, я готовлю, конечно, им подарок в виде цветка. Спасибо вам, Светлана Генриховна, за очень интересное интервью. Вам творческих успехов и огромной вам фантазии. Спасибо большое. Это была программа СИУН. У нас в гостях была мастер шёлковой флористики Светлана Соколова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова